Митинг памяти, посвященный 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начался в военной части 36-42 в Калачен-Донос «Минуты молчания». Здесь и солдаты, и прапорщик, и наставник генерал чтят тех, кто одолжит за отчизну. Сегодня же около 30 солдат-срочников приняли присягу. Новобранцы уверены, им посчастливилось проходить службу именно в этой части, чья история начинается со славных подвигов бойцов Великой Отечественной и продолжена профессиональной службой 22-й отдельной бригады оперативного назначения. С вехами истории военной части в местном музее в выходной день познакомились школьники из Волгограда. Это учащиеся 99-й школы и мужского педагогического лицея под руководством Федора Слипченко из тракторзаводского района Волгограда. Они стали победителями районного конкурса «Строевой песни». Ну а сам участник Сталинградской битвы и Великой Отечественной войны поздравил сегодня призывников с принятием присяги и отметил важность такого события. Дорогие братцы солдаты, я живой человек, который так чутко понимает, что происходит у вас сегодня, потому что я в свое время принимал присягу. Я принимал присягу в 41-м году и я служу Отечеству всю жизнь. Таким образом, вы приняли присягу ни на год, ни на два. Вы приняли присягу в служении Отечеству на всю оставшуюся жизнь вашу. И дай Бог, чтобы она у вас была длинной, продолжительной и содержательной. Строевая песни «Марш на плацу» – это одно, а увидеть своими глазами показательные выступления кинологов, сотрудников, разведгруппы «Барс» и даже БТР – такие впечатления остаются надолго, признали школьники из Волгограда. Конечно, все детишки с детства, мальчишки любят играть в войнушки. И самое захватывающее – это были стрельба из автоматов. И особенно было, очень впечатлили выстрелы БТРа. Все девочки просто к нам поприжимались от страха. Но это не главное. Главное, нам очень понравилось, и мы аж сами захотели в армию, и очень было интересно. Хочу сказать, что сразу после этого представления, когда солдаты сражались, это было так захватывающе. И БТР, правда, очень понравилось, как стрелять тоже захотелось в армию. Гильзы с плац и военной части ребята унесли с собой на память. Они и не подозревали, что через некоторое время в учебном центре на полигоне в Калачевском районе сами смогут подержать в руках автоматы и пистолеты, забраться в БТР и оценить качество радиосвязи на новейшем оборудовании. «Барсы» здесь, на полигоне, показал умение бойцов выйти из сложной ситуации и побороть противника. Плоса препятствий получилась горячей не только из-за солнцепека, но и огня, который преодолевала спецгруппа. «Барсы» здесь, на полигоне, движется горячей не только из-за солнца г 선ки, но и огня, который преодолевала спецгруппа. песни, в один голос заявили, что обязательно пойдут служить в армию и сделают все, чтобы попасть в элитные войска. Что ощущаете, когда видите такие учения? Гордость и радость. За армию Российской Федерации. За вооруженные силы Российской Федерации. Где хотели бы служить сами? В элите. В элите, конечно. Главное, что вооруженных силах. Служба в армии – это когда нет долгой родины. Сам-то пойдешь? Конечно, пойду. После увиденного или вообще уже есть осознание? Было осознание уже, все. Организатором поездки победителей конкурса в Тракторзаводском районе Волгограда выступил председатель регионального парламента Владимир Ефимов. По его словам, патриотическое воспитание в том числе должно осуществляться на местах. Где, как ни в городе-герое Волгограде и городе воинской славы Калачена-Дону, молодым впитывать в наставления старших и формировать свою гражданскую позицию. Это очень важное мероприятие для формирования сознания будущего молодого человека, который пойдет служить отчизне. В каких условиях проходит воинская служба, какие – это просто прекрасно. Это сегодня, наверное, одна из самых образцовых воинских частей на территории Волгоградской области. Это пример, как организовывать процесс прохождения воинской службы. И многие ребята с удовольствием, сегодня даже девчонки говорили, мы хотим записаться и хотим служить в российской армии, это тоже очень здорово. И многие из них остаются здесь для прохождения службы по контракту. У вашей дочери таких планов нет? Дочь тоже предъявляет такое желание. Так что посмотрим, жизнь покажет.